Два года назад инженер Дмитрий Мартынов понял, что ему неинтересно делать то, что хотят другие, и решил придумать что-то свое. Так родилась идея создать кружок робототехники. И теперь в Одинцовском районе успешно функционирует Центр технического творчества «Раболатория». Правда, без поддержки районной администрации тут не обошлось. В нашем районе кружки робототехники – это достаточно новое направление. Поэтому администрация нашего района, региональные власти, всячески этому способствуют. Это создает благоприятствующие условия для развития нашего бизнеса. Администрация Одинцовского района всегда готова идти навстречу предпринимателям, особенно если их бизнес социально ориентирован. Еженедельно глава муниципалитета Андрей Иванов проводит встречи с представителями бизнес-сообщества, на которых обсуждаются возникающие у бизнесменов проблемы и ищутся пути их решения. Я также призываю вас принять участие в конкурсах на получение субсидий. Если вы затеяли модернизацию бизнеса, если ваш бизнес имеет какую-то социальную направленность, если вы делаете, например, детский сад, приходите к нам и мы вам подскажем, как получить необходимые субсидии для своего развития. Завершилась официальная часть церемонии награждения. Благодарственными письмами, грамотами и почетными знаками в профессиональный праздник наградили свыше 80 одинцовских предпринимателей. Предприниматель – это человек очень особенный по своей сути, по своему характеру, по той деятельности, которую он делает. Это человек, который берет на себя ответственность, человек, который обладает даром предвидения, человек, который берет риск, который берет на себя ответственность за те трудовые коллективы, которые работают у него, отвечают за их судьбы, за их семьи. Вторая часть Дня предпринимателя прошла в формате без галстука в Одинцовском каворкинге «Старт». Рабочее пространство для представителей малого бизнеса было открыто ровно год назад. Сейчас оно особенно востребовано среди предпринимателей в области маркетинга, дизайна, IT, образования. Хотя никаких ограничений, связанных с направлением бизнеса, здесь нет. Год был действительно, с одной стороны, интересный, с другой стороны, сложный. Интересный, потому что мы постоянно внедряли какие-то новые услуги, проводили образовательные мероприятия, собирали вокруг себя предпринимательское сообщество. Ну и сложный, конечно, потому что этого бизнеса здесь никогда не было. То есть мы, скажем так, создаем новую культуру для бизнеса. Это аутсорсинг рабочего пространства, это образовательные программы, это консалтинг для развития бизнеса. И это возможность коллаборации и такого формирования комьюнити между молодыми предпринимателями. Почетный гостья Дня предпринимателя в каворкинге «Старт» Иван Алехин – успешный IT-бизнесмен. Когда-то его бизнес был больше похож на авантюру, а сейчас его называют русским Стивом Джобсом. В профессиональный праздник он раскрыл свои секреты для Одинцовских коллег. Сегодня мы поговорим, во-первых, про будущее, вообще в целом, что у нас будет через 5, через 10 лет. Говорим о том, какие будут тренды, какие будут профессии в тренде появляться. Ведь мы с вами находимся в каворкинге «Старт», и здесь в той или иной степени зарождается малое и среднее предпринимательство. А предпринимательство, оно начинается приблизительно с 12 лет в голове, а у многих с 8 лет, потому что многие дети в 8 лет уже программируют. Главные гости на Дне предпринимателя – люди исключительно деловые. Они работают 24 часа в сутки, их жизнь расписана по минутам. Несмотря на это, праздник удался. Большинство бизнесменов провели его в хорошем настроении и при этом не упустили возможность пообщаться с коллегами на рабочие темы.